Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ребята, это та самая машина с острова, которая там находится разбитой. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами раскрывать секреты симулятора автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. И также, дорогие друзья, хотел сказать вам спасибо за 121 тысячу подписчиков. Давайте идти дальше и теперь набивать отметку 122. Посмотрим. Я уверен, что у нас получится. В общем, дорогие друзья, как видите, сегодня я решил воссоздать ту же самую машину, которая у нас находится на острове. Все ее уже знают, вокруг нее появилось очень много различной шумихи. Кто-то говорит, что это машина-призрак, кто-то говорит, что это у разбитой девушки машина, кто-то говорит, что это разработчик. Много догадок. Но нет ни одного ответа, как же эта тачка разбилась. Сегодня я взял именно ее, сделал такой же цвет, те же диски, все то же самое для того, чтобы сделать, собственно говоря, ту сценку, как могла эта тачка упасть с моста и разбиться. Сегодня мы это проверим, узнаем и сделаем, дорогие друзья. Поэтому обязательно, пока я еду до острова, обязательно подписывайтесь, нажимайте на кнопочку лайка и поддерживайте меня. Потому что сегодня, ребята, уже 31 августа, а это означает, что завтра уже будет школа. Поэтому на удачу перед 1 сентября вы должны поставить лайк на этот ролик. Ну а завтра вы увидите от меня ролик, посвященный школе, школе 1 сентября. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь, нажимайте лайк, колокольчик, все будет отлично. Ну а мы теперь отправляемся на остров. Как видите, сейчас уже начинает темнеть. На самом деле, я думаю, это та же самая погода, что и нужна. Потому что, я думаю, эта авария была и происходила во время такой, более темной погоды. Потому что, все-таки, в светлую погоду более тяжелее попасть в такую сложную ситуацию. Но все же, ребята, для того, чтобы найти эту тачку, нам нужно будет проехать вот в эту сторону. Поворачиваем налево и едем прямо, дорогие друзья. Дальше мы просто двигаемся вперед. После чего обращаем внимание на вот этот мост, дорогие друзья. Никто еще не знал, на самом деле, что этот мост разработчики посвящали именно себе. То есть, сколько этих деревяшек тут, столько и работает человек у них в компании Open Games. Это, на самом деле, так и есть. Но нам нужен не этот, а, собственно говоря, мост. А второй, дорогие друзья. Чтобы вы не путали, тачка у вас, Патриот, находится под этим мостом разбитым. Поэтому всегда обращайте внимание именно на это. Поэтому, ребята, мы сейчас быстренько проезжаем по вот этой тропиночке вниз. И поедем абсолютно по короткому пути. Добьемся этого моста. Надеюсь, что мы сможем вот так вот доехать до него хотя бы как-то. Но я думаю, что тут туннели не пересекаются. Да, и это проблема. Но я думаю, что мы сейчас быстренько ее решим, заехав в другое место. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы вот тут, собственно говоря, немножечко развернемся. И поедем на тот мост, пересечение которого у нас находится где-то вот тут. И там мы уже увидим этот УАЗ Патриот, который нам нужен. Окей, дорогие друзья, сегодня так и будет. Сегодня мы узнаем, при каких обстоятельствах разбилась та самая тачка. Скорее всего, человек реально просто запутался, как я. Он вот так же ездил, просто ездил, катался и не понимал, что ему можно будет сделать. Мне очень действительно жалко его. Надеюсь, что он, собственно говоря, с ним все в порядке. И он успел выжить. Вот, дорогие друзья, мы приезжаем именно к этому мосту, где была совершена некая авария, связанная с этим УАЗ Патриотом. Но почему-то ручник не держит у тачки. Все, теперь держит. Отличненько. Мы можем выйти из машины и взглянуть на это место. Собственно говоря, значит, я так предполагаю, что этот человек просто стоял тут с моста, ехал и упал отсюда, с этого моста. Возможно, это происходило именно из-под этого угла. Либо он свалился оттуда, но мне, скорее всего, кажется, что он ехал отсюда на очень большой скорости. Настолько сильно разогнался, что упал именно туда. Вот так. И это так и было. Давайте попробуем вас создать, подъехать туда. Ну, попробовать подзамутить что-нибудь такое. Какой-нибудь небольшой разгон. Вот, к примеру, мы едем, да, дорогие друзья, вот по этому мо... По этому мосточку, да? Вот, к примеру, мы, собственно говоря, тот самый человек, который совершил эту аварию, очень страшную, которой было посвящено. Всё это, собственно говоря, трагедия. Он вот так ехал, его немножечко занесло, руль повисло влево и... Опа! Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Опа! Нет-нет-нет-нет! И так он, собственно говоря, и упал вот сюда, дорогие друзья. Скорее всего, это так и происходило. Сейчас я показал действительно достоверную, достоверную информацию о том, как это могло быть. Давайте, дорогие друзья, это повторим и сделаем так, чтобы, собственно говоря, просто зарубить это на носу и узнать точно, как же это было. Давайте опять же едем туда. У нас машина немножечко испачкалась, но надеюсь, что ради такого ролика вы поймёте меня. И не будете обижаться на то, что у меня машина грязная. Потому что многие подписчики писали, Лич, у тебя машина грязная, как тебе не стыдно, ребят. Но мне кажется, не самое важное, чтобы машина была чистая. Главное то, что я подачу делаю, классный ролик для вас. Мне кажется, это всё-таки важнее. Поэтому, ребята, мы продолжаем. И пробуем совершить то же самое, что я сделал и в первый раз. Но теперь намного серьёзней и с большими амбициями, дорогие друзья. Амбиции это вперёд. Главное, главное это течение. Ура! То есть теперь, дорогие друзья, мы сейчас едем так же. Мы можем поехать мимо-мимо отсюда. Точнее, нет-нет-нет-нет-нет. Нам нужно будет заехать вот отсюда. Мимо-мимо. И заехать вот в этот тоннель. Но я не хотел это делать по грязи. Ё-моё. Как же я хотел оставить эту тачку чистой. Но, видимо, была-не была. Блин, совсем я её испачкал. Но ладно, дорогие друзья. Пускай будет так уже. Потому что ничего не изменить. Это, собственно говоря, миссия такая и есть страшная, дорогие друзья. Поэтому сейчас мы оставляем тачку тут. И пробуем сделать воссоздать ещё раз кое-что. Так что, дорогие друзья, мои предположения, что это произошло именно вот тут. Поэтому, если мы, собственно говоря, возьмём и спустимся вот сюда, в начало вот этого моста, то при каком это разгоне мы должны, собственно говоря, сломать эту машину. То есть, мы, если будем ехать отсюда, мы вот так вот упадём вниз. И я думаю, что удар будет не особо сильный, но очень тоже похож на тот же самый, ребята. То есть, очень сильно похоже. Но есть какие-то догадки, что это чуть-чуть не то. Поэтому, ребята, скорее всего, вот то, как я в первый раз показал, это и есть правда. Это и есть настоящий цикл происшествия, который был. То есть, человек просто упал с моста. И произошло именно то, что вы сейчас видели на своих экранах. Поэтому, ребята, вот такие вот дела связаны с данной штукенцией. Но, на самом деле, это действительно очень интересная теория. И больше всего похоже на первый вариант. Других вариантов я особо больше найти не могу, потому что, ну, их попросту нет. И всё, дорогие друзья. И что-то ещё искать подробное, там, рассказывать, там, выдумывать, я думаю, смысла абсолютно нет. Главное, рассказать подписчикам правду. И то, как это могло произойти на самом деле. И это, ребята, для меня самое, дорогие друзья, важное. Потому что для подписчиков, главное, это действительно крутой контент. И, напоследок, я показываю третий раз, как это происходило. То есть, вот, дорогие друзья, это происходило вот так. То есть, чувак, возможно, была семья, возможно, это были люди. Они ехали отсюда такие крутые. Йоу-йоу-йоу. Но что-то помешало им вот тут, возле выезда. И они такие, ноу! Ноу-ноу-ноу-ноу-ноу! Ну и твдох, они удалились об эту стенку. И потом отлетели вот так, как я, только подальше. До вот этого места. И они остались тут. Остались тут навсегда, дорогие друзья. Поэтому я считаю, что, в принципе, на этом всё. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет. Колесо! Все, кто напишет слово колесо, обязательно попадёт в моё следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых.